ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОП, Друзья, кто это у нас тут? Добрый день! Добрый день, FXDRчик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, можно сделать интересный из него в рот? На самом деле на фотографиях мотик смотрится хуже, чем в живую. В живую он такой еще более-менее. Ну, в общем, основная задача это переработать заднюю часть. Как вы сами понимаете, поставить спереди вместо 19, скорее всего, 21. Переработать переднюю мордочку, приопустить ее, чтобы он был такой более агрессивный. И сзади, скорее всего, консоль и, конечно же, красивое колесо. Вот, ну и подумаем, может быть, что-то с выхлопом сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, запаковка просто охренеть вообще. Как он вообще добрался? Из Уфы, по-моему, он ехал. Это просто жесть. Эта неделя особенная, друзья, потому что у нас в сборке что? Ничего! Ничего! Ничего это Giotto! Giotto 2! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь уже вовсю идет сборочка передней части. Она уже собрана на начатое. Самый геморрой здесь это руль, всякие эти скрытые ручки газа. Вот эта вся история, все это сейчас собрано. Опять же, глянцевый анод очень прилично отличается от матового. Мне прямо нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где наш высокооплачиваемый специалист по обрезке болтов? Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охренеть вообще. Вот это просто колесик ОГО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, котятки, скучали? А Владе камеру забыл. Чего бы пойти поснимать? Ладно, что-нибудь мы никогда не делали. Мы не разбирали пикап на камеру. Вы в это не верили, но это случилось! Тара-та-та-та! Покрашенные руки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, привезли черные акраповичи! Все это вот в таком сейчас беспределе, потому что все это скрывали на таможне, кошмонали. И, короче, мы уже примерили черную баночку. Смотрите, как сексуальненько выглядит, а! Но на Джиота 2 у нас будет стоять другая банка, самодельная, но смысл в том, что она будет черная, поэтому будет вот так вот классненько. В общем, по вопросам приобретения акраповичей, звоните в личечку. Пишите в личку или звоните в личечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот и добрался FXDR до отечественного кастом-строения. Я не знаю, кто-нибудь еще из кастомайзеров этой зимой делает ли FXDR, потому что, как вы знаете, у нас кастомайзинг достаточно закрытый. Очень сложно выработать какое-то понимание данного проекта. Я пересмотрел кучу обзоров, и, в принципе, мое субъективное мнение просто, что это достаточно некрасивый, негармоничный мотоцикл. Это я так очень мягко сказал. И самое, конечно, главное, что мне хочется охарактеризовать, это, наверное, его тактильную составляющую. Вот эти вот запчасти в многообразии пластика и всего остального. Это, конечно, у меня не укладывается в голове, особенно в том смысле, что этот мотоцикл у нашего дилера стоит 2 миллиона рублей. Опять же, он сделан, как жарящий, да, там, Харли Дэвидсон, который реально впуливает, который реально поворачивает и все остальное. И типа якобы его рассматривают там в конкурентами, в том числе с от Ducati X-Diavel. Но, опять же, Ducati X-Diavel это гармоничный полноценный мотоцикл в красивом дизайне. А это очень спорный и субъективный моцик. После многочисленных споров и обсуждений внутри нашего коллектива, к чему мы пришли? Давайте все-таки посмотрим на этот проект именно с точки зрения дизайна, визуализации и кастомизации. Потому что по ходовым характеристикам вы можете посмотреть множество обзоров, которые на них дубаситы сравнивают. Мы в эту историю лезть не будем. Мы будем рассматривать его именно с точки зрения нашей истории. Так вот, получается, что, в принципе, это же база брейкаута, да? То есть это один и тот же мотор. Это одна и та же рама. И, по сути, вам как бы говорят, что вот, типа, парни, берите классную заряженную версию софтейла, да, и кастомизируйте. Но нам при этом дают длинную, неудобную вилку, с которой ничего невозможно сделать. Нам дают совершенно непонятный хвост, который мы якобы должны полностью убрать. Нам совершенно дают жесткий впуск, да? Нам дают абсолютно неподходящий сюда топливный ваг. Все, что мы можем сделать, это обратно вернуть этот мотоцикл на софтейл. То есть поставить 21-е колесо, поставить более короткоходную вилку, убрать эти дурацкие клеподы, вернуть его на руль. И, по сути, это то же самое мы можем сделать или уже имеем на том же самом брейкауте. Также можем там поставить 280-е колесо. То есть неважно, если ты решил делать кастом заряженный из этой истории, неважно, что ты купишь, FXDR или брейкаут. И тут один умный человек в нашей организации сказал замечательно потрясающую вещь. Знаете, что они сделали? Они сделали здесь черный двигатель, которого нету на брейкауте, потому что на брейкауте все эти крышки хромированные. Поэтому что они хотят? Парень, ты современный молодой чувак, который хочет сделать кастом, да, в том числе и при деньгах, возьми FXDR, ты получишь черный двигатель с той же самой брейкаутской рамой и сможешь сделать из него все, что угодно. Вот такой замечательный, наверное, ход. Но это наши додумки, вряд ли это совпадает с реальностью. У меня есть очень большой вопрос, потому что все вот эти вот элементы, начиная там от заднего крыла, да, вот это типа а-ля брызговика, заканчивая там, не знаю, вот этим вот клыком, да, который здесь сделан, ну, просто, ну, просто, ну, именно самым дешманским способом контроль. То есть это просто, просто, блин, дальше просто некуда. И в том же самом, если мы возьмем с вами в Эроуде, да, тот же самый клык, он был хоть как-то технологически сделан. Там хотя бы несколько видов пластика было, там были какие-то ребрышки, там хром добавляли, еще что-то, играли там с этой формой, то здесь это все просто топором рубленное, понимаете, и качество мотоцикла, и каждый из элементов, которые не возьмешь, он очень спорный, непонятен, неоправдан, да, тот же самый там, типа алюминиевый маятник, который якобы сделан для облегчения, да, там неподрессоренной массы, блин, мотик весит и так 300 килограмм, то есть это в принципе нелегкий мотоцикл, и вот эти облегчения, они смотрятся как, знаете, типа какой-нибудь ламинированный карбон, да, для облегчения веса, то есть когда на алюминиевый капот наносит карбон, типа мы его облегчили, та же самая история здесь, все равно при этом неизбежно мы с вами поменяем эту длинную, непонятную вилку, да, которая якобы сделана, понятно, да, там что увеличен у нас дорожный просвет, что мотик должен хорошо заваливаться, но для того, чтобы вилка была прогрессивной, чтобы она хорошо отрабатывала на скорости поворотов, в смысле она не должна быть такой, не обязательно должна быть такой длинной, даже при условии того, что это тяжелая мотоцикла, и по факту мы с вами будем работать все равно с базой софтейла, назад все равно пойдет консоль, поэтому от этого маятника, который там сделан, как бы ни жарко, ни холодно, может быть, сохранить концепцию этого впуска, обыграть его как-то с топливным баком, потому что, ну, может быть, это будет отличительной чертой FXDR, которая пойдет сквозь кастомайзинг, да, возможно, не знаю, но очень сложно как-то видеться мне вот вся вот эта концепция, так что вот так, друзья, выводов, конечно, здесь немного, Толик Харли Дэвисон нам пытается что-то сказать, чего мы не понимаем, либо они этого не понимают, но в любом случае есть какая-то правда, либо, либо действительно нам просто подарили черный двигатель в виде другого мотоцикла, чтобы расширить свою линейку и поднять свои продажи, и угодить как можно большему количеству людей в этом мире, в любом случае нам предстоит выбрать путь, либо подчеркивать историю того, что это все-таки FXDR, либо приводить это к неким привычным нам стандартам либо драгстеров, либо софтейлов и кастомизировать это в том же самом направлении. Скоро, друзья, скоро будет чудо, скоро два вот этих волосатых катана соберут нам наши Road King и наконец-то на протяжении уже сотни лет мы ждем этот момент, мы увидим с вами замечательный Road King. Ну что, YouTube, у нас сборка Road King идет вовсю, пока занимаемся подготовкой узловой сборки, вот гаюшу насос втыкает и всякие штучки, готовит бак. Я тем временем собрал заднее крыло, оптика, блок управления оптики, а он там внутри и каркас, который я временно прикрутил, чтобы он не выпал. Это мотик на пневме, а у пневмы есть блок управления, соответственно, у него есть компрессор. Новое поколение туреров у Harley, у них здесь все настолько плотно, что нет ни сантиметра свободного. И для того, чтобы воткнуть компрессор, пришлось потрудиться, это был прям челлендж. Владик уехал на суперделовую встречу и мы пообещали ему, что большие узловые сборки будем делать с ним, он будет пищать и радоваться, пока мы подготовим всякие мелочи. Господь всемогущий, блядь, какой это сессиандра. Вот это просто вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а что это у нас тут, Пашулич? Геймс защита решил добавить немножко? Кстати, товарищи, четвертая ось, что-то не видел. That's it, guys! Ниже только, что только ниже, метровка ниже. да ахулец какой-нибудь фу может подъемник показать а? чё он такой низкий он жив! оу шит мой мой Блин, Суша, как круто, что остались на сторону вот этих, да, поворотников, и вот это прям было суперрешение. Ты туда полностью засунь сначала. Ее подключили. Угу, заставлены. Сейчас надо будет только прокачать, сразу не заводить. Готов! Ну что, как обычно, это бывает с новыми проектами. Мы не можем завести ни хрена, потому что бла-бла-бла. На самом деле мотик-то абсолютно не разбирался, поэтому какая-то поверхностная сейчас причина. Не знаю, может из-за нового выхлопа как-то дико заливает, может мы что-то вначале неправильно сделали. Сейчас очень посушимся и попробуем еще разок. Так, ну что, позавести не удалось, надо подключать к компу. Компа у нас нет, поэтому поедем к пацанам в соседний сервис. Сейчас пока просто соберем, поснимаем. Жалко-жалко, не удалось послушать, покататься. Но ничего, на следующей недельке закроем все эти вопросы. Мы уже поняли, что Road King это не простой проект, и так просто он не сдастся. Поэтому будем биться. Итак, друзья, Road King сам донор 2017 года. Здесь у нас стоит уже милойский гляжок, сто седьмой. Значит, в проект вложено в районе единицы рублей. Что мы сюда все-таки сделали? Здесь стоят два наших колеса. Спереди стоит более широкое, чем в стоке. Здесь спереди стоит 160-й баллон. Мы не стали колхозить, как это обычно делают, оставляют стоповые траверсы. И еле-еле впихивают туда широкое колесо. Мы расширили траверсы, тем самым попали на новый щиток фары. Этот щиток фары сделан по принципу 3D-печати. То есть полностью отпечатанная вещь. И потом армированное стекловолокном. А, подожди, мы не армировали, да, щиток? А, мы его даже не армировали, да, здесь очень хороший материал используется, поэтому нагрузок на него никаких нет. Мы сделали очень толстую стенку, поэтому никакого смысла армировать его не было. Так что будет бегать. Также здесь у нас кастомное крыло, поставили другие тормоза. И, в принципе, все. Колеса здесь глухие, максимально темные, чтобы они на себя много внимания не привлекали. Опять же, кастомная фара. Популярные фары, много кто их ставит. Они есть с адаптивной оптикой. Именно это не адаптивная, а самая простая. Итак, здесь у нас с вами высокий руль. 48, по-моему, труба. Или 50, нет, 48. Короче, неважно. В общем, сделанный руль. Значит, здесь мы остались на стандартном соединении. То есть траверсы полностью адаптивны под стоковый замок. И все остальное ушло будень. Дальше здесь у нас сделана, приварена накладочка на бак, которая продлевает стоковый бак и дает нам красивый переход в нижние панели. Нижние панели были отрезаны, потому что на Роудкинге они с вот таким еще куском здесь, они были просто модифицированы и оставлены стоковые. У нас с вами здесь кастомное сидение с немножко оттянутым назад пилотом, потому что у нас владелец высокого роста. Было не очень удобно. Сейчас можно комфортно отодвинуться назад и наслаждаться поездкой. Сзади у нас с вами убраны кофры. И, как следствие, модернизирована вся эта система. Но она модернизирована так, чтобы в дальнейшем сюда можно было быстро вешать кофры и ехать долгое путешествие. Здесь отфрезерованы боковые молдинги. И каркас, на который будет вешаться кофр, он находится внутри вот здесь вот крыла. Сзади у нас чуть более широкое колесо на 200, новые тормозные диски. Заднюю оптику было решено оставить стоковую. И очень крутое решение. Реально очень классно смотрится. Мы пытались соединить формат олдскула и ньюскула, такой типа новой, старой школы. И из основы еще был взят стиль этот, блин, как он, чеканый стиль, да. Здесь наш шкив в рисунок колес. И также здесь по кругу стоит пневмоподвеска. На следующей неделе мы мотик заведем и обязательно побалуемся с вами. Посмотрим, как он поднимается, как он опускается. Здесь у нас стоит новый выхлоп от Freedom Performance. Никому не советую отвратительный выхлоп с точки зрения качества. То есть стоит огромных денег, там выхлоп под сотку выходит. Но при этом он очень грязно сделан. Так, в принципе, стоит и ничего не видно. Но устанавливать, держать в руках такую историю не очень тактильно приятно, так скажем. Оригинальные окрасы, за которые мы очень сильно заостряли. Ну, здесь на самом деле проект долго делался. Много причин и внешних, и внутренних, из-за которых все это было. Но на самом деле больше внешних, потому что многие вещи не могли решить с точки зрения бюджета. Потому что бюджет достаточно ограниченный. Нужно было в него поместиться, поэтому было сложно. Но, опять же, не сказал про заднее кастомное крыло с таким красивым хвостом. В принципе, и все. Мотик подразумевает то, что он может все-таки ездить на какие-то небольшие домики, насколько это позволяет мне ему подвеска. Ну, реально, вот мой рост 184. В принципе, максимально комфортно. По рулю тоже, я думаю, что чуть-чуть выше плеча. Я думаю, что владельцу будет вообще ровно, потому что он чуть выше меня. Следовательно, по ногам теперь просто очень комфортно, потому что в стойке, когда садишься, прям вот как-то вот так вот совсем неудобно. Теперь можно отодвинуться комфортно назад и долбить. Также потребует доработки подножка, потому что мотик настолько низко садится, что подножку уже не держит. Конечно, самое главное, забыл вам показать, это... И, конечно, ось, которая была сделана из нержавеечки, потому что кофры ушли, и здесь очень некрасивая стоковая ось, поэтому мы ее вот адаптировали. Теперь прямо комфеточка. Ну что, ребят, такая классная у нас с вами получилась. Неделя у нас с вами и FXDR, и Road King собрался, и мы посмотрели на новый образ Jota 2, вот, и вообще все, короче, двигается, кипит, и мы готовимся к выставке. И, кстати, у меня для вас потрясающая новость, друзья. Помните, я вам рассказывал про выставки? Так вот, уже можно об этом говорить. То, что RSC, Russian Handbook Cup, который мы делали в Санкт-Петербурге, в этом году пройдет на мотовесне, и будет объединенное шоу с Custom Tuning Show и RSC. Так что я там буду ведущим, я там буду организатором. Так что теперь мы все с вами встретимся в Москве, попробуем собрать всю Россию на этой площадке, потому что это действительно будет мощно, так что праздник будет от души. А мы также продолжаем с боксом готовиться, потому что в этом году хотим очень много привезти мотиков, 4 хотим привезти в Jota, хотим вытащить пьемба, также поставим Road King, в общем, будет от души годик, но FXDR и Triumph мы, конечно, не успеем, потому что там очень много работы, но мы стараемся, друзья. Спасибо, что с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова